В школе номер 13 прошел фестиваль, посвященный многонациональным культурам разных стран под девизом «Мир Дону моему». Цель мероприятия – приобщить учащихся к культурным традициям родного края, расширить их знания по изучению быта и культуры представителей той или иной страны, которые проживают на территории Донского региона. Стоит отметить, что этот праздник проходит в рамках проекта Ростовской области «150 культур Дона». Конечно, 150 культур представить невозможно, но тем не менее, это белорусская, украинская культура, конечно же, греческая, казачья культура, Дагестан, Армения. Можно увидеть и национальные блюда, и костюмы, и, конечно же, танцы. В общем-то, несколько творческих площадок работают, и несколько спортивных площадок тоже представлены в нашей школе. А полученные денежные средства куда пойдут? Полученные денежные средства класс составляет у себя на нужды класса, которые необходимы будут каждому классу. Это и на воду, и, может быть, на какие-то сюрпризы, подарки. Это уже решает каждый класс, родительский комитет самостоятельно. Основная задача, которая была поставлена перед участниками фестиваля – оформить свою зону согласно национальным традициям той или иной страны, которую они представляют. Столы ломились от изобилия и разнообразия кулинарных изысков. Мы напекли, растягай, пирожки, нарастягай, налетай, рот раздевай, деньги доставай, подходи, честной народ, петушок просится в рот. Наш класс 8-й Б представляет стол белорусской кухни. Национальное блюдо – дранники и кныш с картошкой или грибами. Мы о Белоруссии знаем очень хорошо, и из-за того, что мы все знаем, мы приготовили стол. Скажите, девчата, а что больше всего покупали? Больше всего покупали кныш, покупали пирог с капустой. Но его уже тут нет. Мы представляем кухню украинскую. Очень вкусное все. И есть все с сюрпризами и очень интересно. А что больше всего люди покупают у тебя? Они покупают драники и булочки с чистоком. Как на ярмарке товары, бочки, ложки, самовары, поставцы, розетки, чаши. Покупай товары наши. В Азове фестиваль проходит четвертый раз и с каждым годом привлекает к себе все большее внимание как участников, так и зрителей. Кроме ярмарки, школьники участвовали в спортивных состязаниях, а также подготовили праздничный концерт, который закончился танцами в едином порыве. Ивана Пажинцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо.